29 апреля на совещании в Доме правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунальных услуг Республики Марат Айзатурин доложил, что годовой план по жилищному строительству выполнен почти в половину – 45%. Введено в строй чуть менее полутора миллион квадратных метров. По его словам, лидером является коммерческий сектор – 46% от годового плана. Застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью 660 тысяч квадратных метров. На 42% выполнено обязательство в рамках программы социальной ипотеки. Построено 17 домов на 67 тысяч квадратных метров. Что касается индивидуального жилищного строительства, то план выполнен на 45%, это 674 тысячи квадратных метров. Цифры неплохие, однако в сравнении с мартом прошлого года, а жилищный рынок 2023-го порядком уступает. Резко снизилась покупательная способность граждан, реальные доходы с учетом инфляции снизились. Соответственно, люди перестали иметь возможность приобретать жилье в том же объеме, в котором они это делали раньше. Кроме того, рост цен на недвижимость тоже сыграл свою роль. Продажи на рынке жилой недвижимости, безусловно, пошли вниз. Это было ожидаемо, и в этом нет никаких сюрпризов. Как правило, в непростые для россиян времена правительство предпринимает попытки налаживания рынка путем стимулирования продаж. Делается это просто. Предлагаются различные льготные ипотечные программы отдельным категориям граждан. Обычно это ипотека с более низкой процентной ставкой, компенсацией или первоначальным взносом. Однако есть и подводные камни в этой безмятежной реке купли-продаж. Льготная ипотека охватывает далеко не всех нуждающихся в улучшении жилищных условий, не всех желающих. Широкие программы льготной ипотеки позволяют девелоперам, застройщикам, риэлторам держать высокие цены, поскольку есть желающие приобретать даже по этим ценам. Поэтому расширение льготного и ипотечного кредитования, по сути, приводит не к расширению доступности жилья, а скорее к поддержанию высоких цен на жилье. В настоящее время льготные ипотечные программы с господдержкой распространяются на новостройке. 8 из 10 квартир на первичном рынке покупаются с использованием ипотечных средств. Почти половина из таких кредитов с господдержкой. По статистике, для 47% россиян ипотека – это решение проблемы. Мы, как молодые студенты, молодежь, брали через социальную ипотеку квартиру. То есть, поэтому, наверное, этот формат должен быть. Может, его даже расширять нужно, больше квадратных метров жилья вводить. Понятно, что нужно применять различные способы поддержки. Подобные льготные программы и покупка недвижимости по завышенным ценам фактически повышают дуговую нагрузку граждан, что значительно снижает покупательную способность на других секторах потребительского рынка. Более того, они не способствуют улучшению экономической ситуации в стране. Недавно в СМИ начали вновь активно муссировать тему рассрочек и застройки через жилищно-строительные кооперативы. Насколько эти инструменты применимы в строительной сфере с точки зрения развития спроса? Рассрочка, так или иначе, это та же ипотека, как ее ни назови, поскольку тот, кто будет предоставлять жилье в рассрочку, все равно будет закладывать свой процент, который будет не ниже, чем банковский процент. Что касается жилищно-строительных кооперативов, то по сути это та же ипотека, только с более высоким первоначальным взносом. Люди будут вынуждены копить какое-то время деньги, откладывать их, и после накопления первоначального взноса приобретать квартиру с последующими выплатами. Да, возможно, там процентные ставки будут чуть-чуть ниже, чем по классической ипотеке, но в любом случае не ниже, чем по льготной. По словам специалистов, все ранее перечислено. Ипотеки, рассрочки, жилищно-строительные кооперативы не способствуют доступности жилья. Она будет повышаться только при условии снижения цены недвижимости, снижения издержек и рентабельности строительного производства. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.